Привет! Это снова я узнали. Мой пердак ещё горит огнём после получения коробочки красоты от Look Fantastic, а мне уже пришла новая коробочка от Марка Кауфмана. Я люблю себя до слёз. Бокс! Я искренне надеюсь, что Марк потушит мой пожар. Марк, не подведи. Коробочка, вернее, как раньше это было ведро, теперь это косметичка, что по мне логично, потому что упаковку типа тоже можно использовать, и это чудесно. И плюс чудесно то, что он не включил её в стоимость коробочки, то есть он не говорит, что туда входит вот это, вот это, и ещё и косметичка, потому что это упаковка, но её можно использовать, и это хорошо уже плюс. Открываем уже скорее. Большое количество каких-то чёрных луковых волос, которые защищают содержимое от разбивания. Ой, что-то у меня уже рассыпалось. Значит, их мы удалим. Минуточку. А рассыпалось у меня вот что. Открытки. Много-много открыток с описаниями того, что там находится. Но мы сейчас смотреть это так не будем. Я просто хочу найти тут одну штуку. Что не знаю, кто такой Марк Кауфман, тут лох. Потому что Марк Кауфман – это вот этот вот котик. Молодой, красивый, язвительный, очень любящий себя, как мне кажется. У меня такое ощущение, что он во время оргазма кричит своё имя. Да что уж, я бы сама с удовольствием во время оргазма кричала его имя. Но он вложил открыточку, значит, со своей физиономией. Здесь написано «You look fucking amazing». Это он про себя. Видимо, чтобы девочки, получившие этот бокс, на дочь целовали его портрет. И я, наверное, тоже буду это делать. Потому что он очень хороший. Итак, приступим к наполнению. Я уже его как бы изучила. И чтобы не быть голословной, выписала цены того, что там внутри. Чтобы понимать, стоит оно того или нет. Напомню, оно стоило, по-моему, 3 500. Но с доставкой, в общем, около 4 000 я заплатила за ведро и за доставку. Называю ведро по привычке. Что здесь есть? Аюме гидрофильное масло, очищающее лицо от макияжа. И тут написано, что оно еще очищает поры. Стоит оно 639 рублей. Уже хорошо. Мне это нравится, потому что оно корейское. Я люблю гидрофильные масла. И оно, в принципе, всегда пригодится. Так что это уже большой плюс. Далее. Vivienne Sabo. Кремовый хайлайтер. Ну, такая спорная вещь. Но он говорит, что это очень здорово. И это вообще аналог всяких там люксов. И тыры-пыры. Стоит, значит, этот хайлайтер 799 рублей. Я смотрела ценные в Ильдеботе и в Литуаль. Ну, попробую. Жидкий хайлайтер, опять же, такого универсального светлого оттенка. Я думаю, что пригодится всем. Далее. Вот это я лично положила бы в свой бокс красоты, если бы я когда-то создавала его. Это блистекс. Это не увлажнялка для губ. Это реальное освобождение ваших губ от боли и страданий. Чтобы вы понимали, у меня всегда дома есть вот такой вот бальзам блистекс. Его я использую, когда у меня, например, лезет простуда какая-то в носу. Знаете, такое бывает, когда нос трогать больно. Непонятно почему. В общем, намазала, прошло. Мне ребенок порвало рот вчера, потому что она зацепилась за губу. В общем, рванул ее вниз. И у меня вот здесь вот порвался рот, как у проститутки, которая стоит на трассе. И буквально за сутки я вот мазала-мазала-мазала, и у меня все зажило, и я могу снова рвать рот. Потому что у меня теперь есть еще один тюбик, и хватит мне его надолго. Всем рекомендую. Прям чудесная вещь. Я не посмотрела, сколько он стоит, но я думаю, примерно рублей 300, может быть, побольше. Чудесно. Обожаю. Это прям мое. Прям нужно. Дальше. Too Cool for School. Это тинт для губ. Фирма Too Cool for School я люблю давно. Заказываю ее из Кореи уже лет 10, наверное. Сейчас она появилась в Валитуале. И это хорошая фирма. Я никогда не пользовалась этим тинтом, потому что я, в принципе, тинты не очень люблю. Но кажется, что цвет триндец какой яркий, неоновый. Но нет. Он такой приятно розовый, ненавязчивый. В принципе, я, наверное, буду им пользоваться. Запах очень приятный. Стоит он в Ильдебате, ой, в Литуале, так как он представлен там эксклюзивно, 749 рублей. Вы считаете, да? Мне кажется, что уже охуеть как здорово. Извините. Дальше. Биаре. Средство для очищения макияжа. Увлажняющий гель для снятия макияжа. Здесь аж 170 грамм. И стоит он 1099 рублей. Средство для снятия макияжа, как вы понимаете, пригодится почти всем. Поэтому это класс. Класс. Дальше. Я с трудом смогла определить, что это, потому что здесь нет никаких опознавательных знаков. Но это Make Up For Ever. И вот здесь вот очень-очень мелким почерком было написано, что это Артист Плекси Глосс. И, судя по этому, я обнаружила его на сайте Make Up For Ever. Стоит он 1400 рублей. Блеск для губ. Очень странный цвет. Неоново-розово-фуксийный. Я не уверена, что он многим подойдет. И странная лопаточка очень. Такая она мохнатая, но плоская. И здесь какая-то есть еще выемка. Но он потрясающе бликует. Смотрите. Он как жидкое стекло. Как то самое жидкое стекло от Елены Санны. Очень здорово. Мне интересно было бы попробовать другие цвета. Ой, он такой липкий. Но, наверное, если убрать волосы и носить его на себе, наверное, будет красиво. Я никогда ничем не пользовалась от Make Up For Ever, поэтому мне будет интересно. Дальше. Тукулфоскул. Увлажняющая маска-тряпка с яичком. Это хорошая вещь. Я давно ей пользуюсь. 239 рублей она стоит в том же L'Etoile. Я заказываю ее, естественно, дешевле из Кореи. Но она в общей доступности. И это действительно хорошая увлажняющая маска-тряпка для лица. Дальше. То, на что я давно смотрела, но что-то не решалась купить. Российская косметика, которая называется Славера. Видите, тут выделено слово Love. Славера. Это румяно-скульптор вот такого вот цвета, немножко умершей женщины. Я думаю, что приятно, кстати, пахнет. Почему я не решалась никогда купить? Потому что я смотрела вот на эту косметику. Я хотела сделать на нее обзор. Но эти румяна стоят 997 рублей. То есть, 1000 рублей за румяна. А так как я люблю делать обзор практически полной серии, то есть, мне бы там понадобилось 1010 на то, чтобы купить все. Ну, вот теперь я попробую, в общем, хотя бы румяна-скульптор. На ощупь они приятные. Ну, и как бы, опять же, почти 1000 рублей за айтем. Это здорово. Дальше. Карандаш для глаз. Романова мейкап. Я так понимаю, что Марк дружит с Натальей Романовой. В общем, Романова. Она делает макияж. И это карандаш для глаз. Стойкий. И им можно подводить слизистую. О, и он не черный. Он такого коричнево-темно-сливового цвета. И это очень здорово. Мне кажется, мне с моими волосами и губами подойдет. У меня нет ни одного хорошего карандаша, который можно подчеркивать слизистую века. Это очень здорово. Стоит он, на минуточку, 1270 рублей за карандаш. Я очень надеюсь, что он мне понравится, и что это будет тот самый мой любимый карандаш, которым я постоянно буду подчеркивать все слизистые своего организма. 1270 рублей за карандаш. Так, еще последний полноразмерный продукт – это подводка от Ифраше с фетровым наконечником. Я люблю подводки с фетровым наконечником. Ифраше косметикой я не пользовалась никогдашеньки, потому что я как-то считаю, что фирма, которая выпускает для душа, для лица, и еще и косметику, ну, как-то, в общем, ну, не срасталась у меня с ней, не пробовала. С удовольствием сейчас попробую, какой длинный у него конец. И это не черная подводка, это великолепно. Боже, Марк, ты мне очень нравишься. Это темно-синяя... Хм... Ты знал! Ты знал, что я... Да, это подводка для меня. Скорее всего, я буду подводить ей губы. Очень тонкий длинный конец. Мне нравится. Я люблю тонкие длинные концы. Прекрасно рисует тоненько. Я очень надеюсь, что будет хорошо рисовать по теням. И завтра, наверное, вы увидите меня с вот такими стрелками, и с вот такой слизистой, и с вот такими губищами. Класс! Сколько он стоит? 650 рублей. Это чудесно. Дальше здесь остались мини-продукты, стоимость которых я не считала, потому что я считаю, что мини-продукты – это продукты, которые не продаются. То есть фирма их делает не для продажи. И вкладывать их в мешочки красоты, например, вот здесь NYX праймер, который убирает блеск. Например, если бы Марк стал говорить, что стоимость этого, например, 1500 рублей – это враньё. Но он об этом не говорил пока что, я надеюсь, и не скажет, потому что это подарок. И здесь, кстати, написано «Подарок». Это очень приятно. Бальзам на душу после сраного Look Fantastic. Объём 12 мл, на самом деле 12 мл праймера хватит достаточно надолго. Это чудесно. Я с удовольствием попробую, никогда не пробовала, опять же, вот NYX базы. И, значит, здесь какой-то супер охрененный Риксалин премиум. Я так понимаю, что это крем от морщин. Тоже миниатюра. И, опять же, это не сошет, которого хватит на один раз, а это миниатюра. Здесь 10 мл крема. Его хватит на месяц, реально. И он белый, поэтому он не хрена у меня тут. Но я не буду вас мучить. Риксалин. Вот такая вот, значит, упаковка у него. И здесь был конвертик, который я вскрыла. Там были не споры сибирской язвы, как мне казалось сначала, а салфетки для чистки кистей. Эстир, наверное, называется фирма. Я очень давно хотела попробовать... или Эсти-2. Фиг знает, короче. Извините меня, фирма, которая нам, значит, подарила эти спиртосодержащие салфетки стандартные для экспресс-очищения кисти для макияжа. Что я не знаю, как вас... Эстир, да. Я прочитала. О-о-о. Эстир. Город Стерлитамак, улица Бабушкина, 171. Это будет мой новый любимый адрес после города Дедовскина. Дедовская, город Дедовск и улица Бабушкина, это прямо, значит, они рулят. Это косметические гиганты России. Я давно хотела купить себе средства для очищения кистей и, тем более, средства для очищения кистей в салфетках, но меня душила жаба. Здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь салфеток. Мне этого хватит достаточно надолго, потому что каждый день я этим пользоваться не буду, и я довольна. Итак, еще немного волос. Пустой бокс. Я люблю себя до слез. Мне нравится и название, и как написано. Косметичку очень хорошо и можно использовать. В общем-то, я буду брать ее в дорогу, когда, наконец-то, смогу куда-то выезжать. И того. Содержимое отличное. В том плане, что, первое, там только полноразмерки. Ну, кроме трех миниатюр, которые идут просто как подарок. Если и есть миниатюры, то это не сашеты. Здесь нет ни одного сашета. Ни одного сашета. По-моему, это удивительно. Мой ребенок разделяет мое мнение и пищит. Марк, давай еще. Давай еще больше. Ура, ура. Здесь подобраны средства, которыми пользуются реально все. То есть, умывалкой пользуются все. Гидрофильным маслом, кто не пользуется, тот хочет воспользоваться. Хайлайтер нужен всем. Карандаш и подводка, в принципе, нужны всем. Что еще здесь? Блистекс, он вообще нужен всем. Вот это флоуэра. Очень универсальный цвет, который 0,3. Здесь нет названия цвета, просто написано 0,3. Это румяна, видимо, 0,3 оттенка. Гораздо больше содержимое по стоимости, чем стоимость самого бокса. Быстрая доставка. Маленькое количество коробочек, то есть, надо успеть. Судя по постам Марка, когда он начинал продажу этого всего, в прошлый раз там была как-то неразбериха, сумятица и ищет битвы за эти коробочки. Я достаточно быстро заказала. Наверное, в первые 15 минут мне ответили, что я ее приобрела. Я заказала в предпродажу. И вот сегодня, 5 декабря, я ее получила. То есть, заказала ее, по-моему, 24-го и получила 5-го. А достаточно, кажется, долго. На самом деле, там просто была предпродажа. Все пришло очень аккуратно. Вот эти вот, значит, ледьмины волосы защитили все от какого-то... У меня даже слова закончились, потому что, ну, я довольна. Я, наверное, даже где-то в глубине души хотела побомбить, чтобы сказать, Марк, надо было отвечать за базар. А ты говорила, что у тебя лучше бокс, а там говно, а не бокс. Нет, Марк? У тебя чудесный бокс. И ты чудесный человек. Спасибо тебе. Бальзам на душу. Бальзам на душу. Пойду всем этим умоюсь, накрашусь и просто поднятие настроения. Вот пусть все коробочки берут пример с вот этого. Вот с вот этого. Я обязательно закажу еще декабрьский. По-моему, Марк обещал его 15 декабря анонсировать. Я надеюсь, что он будет такой же клевый, как этот, потому что здесь я буду пользоваться всеми продуктами. И я имею представление о всех продуктах, которые здесь есть. И я уверена, что они мне все понравятся. Я не уверена насчет гидрофильного масла, но у меня никогда не было аллергии на гидрофильное масло, хоть я эту фирму и не знаю. Класс! Спасибо! Очень здорово! Ура! Вот просто от души в душу, как там, в общем. Давай! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok